Виктор Анатольевич, давайте обсудим тот фрагмент вчерашнего интервью Владимира Путина, который касался непосредственно Беларуси. О Беларуси хотелось бы с вами о ситуации в этой стране поговорить. Давайте небольшой фрагмент сейчас, на мой взгляд, очень показательный, с вчерашнего интервью российского президента посмотрим. Конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Беларусь Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. По этому поводу было уже заявление Координационного совета Беларусской позиции. Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси. Это я цитирую сейчас заявление Координационного совета. Это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества. Виктор Анатольевич, это однозначно, ведь угроза сейчас прозвучала, в общем-то, иллюстрация ваших слов о том, что России сейчас все равно, что подумают на Западе. Ну, в общем, да. Это четкий посыл. Готовьтесь. Там была замечательная... Да, во-первых, ну, жандарм Европы, как называл Николай I Александр Иванович Гертон, да, Россия в качестве жандарма Европы прямо заявляет, что она готова это делать. Там была замечательная, не оговорка даже, Путин обещал помочь Лукашенко в Беларуси. Лукашенко, собственно говоря, уходящий, уходящий, бывший президент Беларуси, не избранный на новых выборах. Он до пятого, его там, мандат до пятого ноября, он просто должен сдать дела. В нормальном государстве он сейчас занимался сдачей дел, да, как уходящий президент. Никаких переговоров от имени Беларуси он вести не имеет права. Просто он никто, он проиграл выборы. Беларуси там ни при чем. Поэтому надо просто дать отчет, что Путин, конечно, поддерживает Лукашенко. Путин заинтересован в том, чтобы Лукашенко остался слабым. Слабый Лукашенко – это идеальный вариант для путинской России. Потому что, да, цена поддержки будет экономической. Дальше они будут делить некоторое бабло. Просто Лукашенко будет сговорчивей, когда он слабый, ущербный, нелегитимный и так далее. Это все более-менее понятная вещь. Да, прямая угроза, прямая угроза. Будем взять вещи своими именами, интервент. Потому что союзное государство существует только на табличке, когда я приезжаю, пересекаю пограничный контроль, вот у будочки пограничника, я вспоминаю, что мы в союзном государстве. На самом деле, политически, а не экономически, Беларусь, белорусская нация – совершенно отдельная нация и отдельное государство. И то, что происходит, конечно, Путин это все обкладывает юридическими, какими-то, так сказать, законными вещами. Но Варшавский договор тоже был юридически безупречный, если помните. Интервенция до 68-го года была юридически безупречной. Нас попросили, да, пожалуйста. Все это не отменяет сути дела. Надо понимать суть дела. Если состоится российская интервенция в Беларуси, Беларусь, а это появление российских силовиков на стране Лукашенко – это прямая интервенция против народа Беларуси, против его выбора. Я с этим не поздравляю, конечно, российское общество, я не поздравляю беларусов, но это означает просто окончательный разрыв темы вот этого славянского братства, вот эта спекулятивная тема. У нас с Украины тоже было славянское братство, но мы агрессор. И чем это все закончилось? Таким же образом становимся агрессорами по отношению к Беларуси. А вот о российском обществе? Чем? Это ничем хорошим не кончится для России, прежде всего, разумеет. Ее новый статус агрессора по отношению к соседнему народу. Виктор Анатольевич, вот о российском обществе. Владимир Путин сказал, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. Это ведь является скрытым посылом и для российского общества? То есть теперь, видимо, и российским силовикам так можно или нет? Ну, российским силовикам так, почти так уже давно можно. Давно. Такого, как в Беларуси, конечно, не было, но было прошлое лето, когда нам просто ломали руки и избивали. Просто за факт появления. Просто за факт появления на улице. Конечно, такого, как в Беларуси, нет. Это ясность. Ну, тут никаких иллюзий давно нет. Хунта у нас с 2006 года, после первого разгона марша «Несогласных», произошла эта сдвижка. Когда просто сила. Просто потому, что они это могут сделать. Ни почему другому. За легитимные рамки это вышло довольно давно, 15 лет назад. Ко мне мы не испытываем никаких иллюзий. Разумеется, когда вот эта волна историческая подойдет к России, Россия будет в значительной степени жестче, чем в Беларуси, безусловно. Потому что в Беларуси все-таки довольно единая как нация, а Россия разорвана, в России нет никакого единства. И нас метели, да, бурятский ОМОН, ингушский ОМОН, байкальский ОМОН, какой угодно, приедут в Москву, и это для них вообще другая страна. Это надо понимать. Все-таки белорусские силовики, белорусские каратели, внутри своего народа все-таки Беларусь более-менее едина. В нашем случае ни о каком единстве речи не идет. И кому нас метелить, нас всегда найдется кому, и их всегда найдется кому. Россия очень большая, и ОМОН будут присылать из других мест. И все будет гораздо жестче, чем в Беларуси. В этом нет никаких сомнений. А то, что Путин готов на кровь, это уже давно понятно. То, что он не уйдет от власти, как Лукашенко, это давно понятно. То, что он нелегитимен, как Лукашенко, это давно понятно. Различие только в том, что в Беларуси количество перешло в качество, и состоялся вот этот народный выход, по-настоящему большой, которого не случилось пока в России. Мирный белорусский протест, массовый мирный белорусский протест, который в любой демократической стране привел бы к политическим изменениям, потому что совершенно очевидно, да, совершенно очевидно, массовый протест, значит, должно, так сказать, менять что-то в политике. Но в случае с авторитарным режимом мы видим, это не работает. Мы видим, это не работает. Лукашенко воспринял это как паузу, как возможность перегруппироваться, как возможность, да, найти какой-то новой точки опоры. И снова перешел в наступление. Мы снова видим силовиков, которые не прячутся по углам, да, снова задерживают, арестовывают, вызывают на допросы и так далее. Это оборотная страна мирного протеста. И мы здесь имеем в некотором политическом смысле патовую ситуацию, потому что ясно, что Лукашенко некуда уходить, и он не уйдет. И, видимо, будет провоцировать насилие, потому что именно на этой территории он себя чувствует уверенно, он проигравший выборы и проигрывающий численно мирным людям. Но, конечно, он выигрывает в возможностях насилия и провокаций, и давления, и психологии, и устрашения. И как это повлияет на белорусский протест? Станет ли он более жестким? Станет ли белорусское общество отвечать силой на силу? Или будет деградация протеста, маргинализация протеста, уход с улиц, эмиграция, как уже в ряде случаев есть? Этого я не знаю. Но мы видим в Венесуэлу, где за миллионными демонстрациями, после миллионных демонстраций, все равно три года еще Мадуру власть. И Лукашенко идет по этой схеме. Абсолютный разрыв власти с обществом не мешает оставаться у власти. Это деградирует страну, да, эта страна деградирует, это другой вопрос. Но Лукашенко совершенно безразлична страна, его интересует его собственная власть. Спасибо. Большое вам спасибо, Виктор Анатольевич. Виктор Шендерович, писатель, был с нами на прямой связи. Виктор Шендерович, писатель, был с нами на прямой связи. Продолжение следует...